всем привет сегодня видео по вот этим лампочкам показывал я уже вам их значит покупал ксенон переходите по ссылке смотрите видео обзор на ксенон какой куда зачем и значит продавец положил в подарок вот такие вот лампочки в габариты светодиодные smd светодиодики вот такие значит в одном из видео я делал тоже обзор лампочек показывал как они светят фарах уже стоят у меня сейчас такие вот работают это две запасные это куб матрица немного другая технология светодиодов это smd что я сейчас хочу просто включить тут их на месте на столе посмотреть как они светят по сравнению с вот этими визуально видно что эти лампы побольше и понятно что наверное они помощнее но все же и заодно замеряем с помощью ваттметра но в реальную мощность этих ламп тут в общем то даже не написано не указано их мощность просто написано 12 вольт да и все значит что то что с помощью чего блок питания вот такой 12 вольт 6 ампер сколхозил значит сколхозил вот такой переходничок сюда и два провода просто у нас идут плюс и минус плюс черный минус синий опять же еще совет кто не знает но я думаю уже многие знают что светодиодные лампы зависят от полярности то есть светодиод работает в одну сторону даже если вот вы купили лампу вставили вы ее в цоколь сразу на автомобиле лампа не горит не разочаровывайтесь просто переверните лампу на обратно на обратную сторону и вставки сейчас я вам это покажу так ну и заодно замеряем мощность значит сам блок питания в режиме ожидания как говорится без нагрузки потребляет 08 вата поэтому 0708 мы вот эту величину вычтем берем лампу и запитываем так видите в этот раз полярность я не угадал лампа не работает переворачиваем так аккуратно чтобы не замкнуть и лампа работает откровенно может это просто что дневное освещение плюс освещение в комнате ну лампа так светит средняя как бы и вот метр нам показывает 2 и 3 ватта 2 и 3 ватта минус минус 07 ватт получается где-то 16 грубо говоря лампочки мощностью полтора вата ну в общем-то совсем ничего можно сказать вот больше они похожи на вот эти лампы которые стандартно идут в подсветке лампы накаливания вот которые у нас имеют мощность которые у нас имеют мощность то в общем то мы сейчас прямо и замерим эту мощность примерно прикинем так раз и два вот видите как дохло светит 38 вата показывает минус 08 грубо говоря это у нас получится около 3 ватт то есть эти лампы поприличнее светят повеселее чем вот эти вот лампы накаливания и соответственно имеют в два раза меньше меньшую мощность но соответственно лампочка к лампочке и у нас возникает нагрузка на генератор нагрузка на проводку поэтому опять же как вы видите светодиодные лампы по приятней светят и по выгоднее они получаются поэкономнее давайте замеряем вот эти вот лампочки просили меня когда-то замерить их мощность потому что тоже характеристик как таковых на них нету но сразу скажу вам светят они конечно повеселее так опять же соблюдаем полярность вот попал нормально светят ярко светят ну прилично светят в два раза а то и два с половиной раза ярче и вот метр показывает 36 ватта ну вот грубо говоря 36 минус 07 ну лампочка имеет мощность около 3 ватт то есть это лампочка полтора ватта это лампочка около 3 ватт мощность то есть два раза мощнее ну и по свету мы видим видим что ну лампа в два раза а то и больше имеет мощнее свет так ну вот то же самое 37 ватта около 3 ватт имеют мощность вот эти вот данные лампы с матрицами куб ну вот в общем то и все что сегодня хотел показать вот такой вот небольшой тест ссылку на такие и на вот эти лампы оставляю вам в описании к видео в комментариях переходите приценяйтесь приобретайте совсем недорого они стоят но и поприличнее конечно 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 светят значит вот эти обзор на эти лампы и как они светят в фарах тоже есть у меня видео оставлю ссылку переходите смотрите классно светят вообще супер эти я еще не ставил но понятно что будут в два раза где-то слабее но опять же и мощность их мощность их в два раза меньше и потребление электроэнергии как говорится значит ссылку на ваттметр кого заинтересовал такой прибор оставляю тоже переходите приобретайте можно им замерять мощность ну всего на свете он как и счетчик электронный служит делал я обзор и тестировал с помощью него свой домашний счетчик электроэнергии можно замерять мощность телевизора холодильника короче переходите по ссылке читайте характеристики тоже все это недорого и доступно на сегодня все подписывайтесь на мой канал всем удачи и до следующих видео